Продолжение следует... 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 И рентгенолог в своей жизни, особенно в диагностике челесной лицевой области, с этим сталкивался. Сталкивался с дифференциальной диагностикой воспалительных изменений или опухоль. То если же мы говорим, как в данном случае дифференциальной диагностики плоскоклеточного рака и хронического остеомиелита, то в данной прекрасной статье наших зарубежных коллег говорится о том, что, проанализировав большой массив данных, не говорят о том, что все-таки хронический остеомиелит в полтора раза чаще протекает вместе с плоскоклеточным раком. И, как правило, это происходит в возрастной группе от 20 до 44 лет с различной патологией. Так вот, мы проанализировали литературу в связи с тем, что нам необходимо понимать все-таки эту группу риска, и сформировали эту группу риска, кто может быть и у кого мы должны все-таки контролировать этот процесс. И, собственно, это пациенты с хронической вирусной инфекцией, с вирусом попилом и человека. Это пациенты, имеющие в анамнезе гипертоническую болезнь, сахарный диабет, аутоиммунные заболевания, которые курят, пьют. Собственно, это особенное внимание пациентов от 20 до 50 лет с остеомиелитом, без сопутствующей патологии. Это, как правило, безболезненность клиническая, и это реакция лимфатических узлов на противовоспалительное лечение. Так вот, я хотел бы отметить, что частота встречаемости остеомиелитов такая же, как и опухоли. Ну, примерно такая же по данным литературы. Так вот, лимфоденопатия. Всё-таки вопрос, говоря о лимфоденопатии, тоже довольно сложный, потому что всё-таки для воспалительных изменений, как правило, чаще изменения лимфатических узлов, они моно, унилатеральны. То для вторичных изменений, как правило, они билатеральны. Ну и, собственно, как пример пациента с воспалительно изменённым лимфатическим узлом, с отёком окружающей мягких тканей, и, собственно, пациентам с вторично изменённой группой лимфатических узлов, которая не таким образом изменяет перифокальные мягкие ткани. Так вот, собственно, вот как пример изменения лимфатических узлов. Так вот, важно помнить, что никогда нельзя исключить опухоль на фоне воспалительного процесса, и всегда нужно ставить себе галочку о том, что нельзя об этом исключить. Важно всегда помнить группу риска, мы всегда об этом говорим, и что обязательно смотрите на пациента, не только на исследования. Мы всегда рекомендуем делать и КТ, и МРТ с контрастным усилением. Всё-таки челюстно-лицевая область довольно сложная, и мы всегда делаем, даже при плеаморфных аденомах, мы всегда делаем КТ и МРТ с контрастом, если необходимо выполнить. Ну и наша тоже такая рекомендация, это исследование выполняется надутыми щеками, особенно для диагностики раков слизистой оболочки полости рта, особенно верхней или нижней губы, потому что дифференцировать между собой саму опухоль от десны очень сложно. Поэтому такое исследование должно быть выполнено с надутыми щеками. Так вот, я немного буду говорить о слюных железах. Всё-таки сегодня была лекция, об этом сегодня много говорили, и наверняка уже всё рассказали. Единственное, о чём я скажу всё-таки, о том, что плеаморфная аденома бывает довольно коварна, и вот сегодня был вопрос у коллеги относительно коварности плеаморфной аденома. Ну вот как пример, нарушение диагностического алгоритма, нарушение всех возможных правил и возможных диагностических алгоритмов, ещё раз повторюсь. Это пациентка, которой было выявлено два новообразования по ультразвуковой картине. Пациентке хирург поставил, что это вторичное изменение, отправилась сразу же на ПЭТ-КТ, где, собственно, была выявлена зона гиперфиксации радиофром препарата, как в двух слюных железах. Но, тем не менее, пациент пошёл дальше, пошёл дальше до обследоваться, и были выявлены на опухоли слюных желёз, на самом деле довольно типичные для плеаморфной аденомы, которые имеют свои типичные релаксационные характеристики, и вот в сравнении МРТ и ПЭТ-КТ. И, собственно, МРТ на образование правой и левой ультразвуковой слюных желёз, которые соответствуют характеристикам эпителиоидного и солидного компонента. Ну и цитодистологически верифицированная опухоль была именно плеаморфная аденома. Вот хотел бы сказать, что всё-таки что может лучевая диагностика? Всё-таки сегодня коллега спрашивала о том, что о злокачественности, можем ли мы оценивать злокачественность плеаморфных аденом. То мы с этим сталкивались и не один раз, когда мы писали о том, что это плеаморфная аденома, она была небольшого размера, и потом, впоследствии, в них были выявлены клетки аденокарциномы. Так вот, смысл в том, что, на самом деле, для лучевой диагностики довольно сложный вопрос именно оценки структуры опухолей. Но что мы можем сказать? Мы можем сказать о содержимом этой опухоли. Это жидкостный компонент, который имеет абсолютно типичные релаксационные характеристики для МРТ. Это солидный компонент, который также имеет такой изоинтенсивный МР-сигнал на Т2-взвешенных изображениях и, как правило, активно копит контрастный препарат. И тот самый эпителиоидный, который характерен, как правило, для плеаморфных аденом. Вот обратите внимание, что на классических Т2-взвешенных изображениях и Т1-взвешенных изображениях он имеет жидкостную характеристику. То есть гиперинтенсивный сигнал. Вот сигнал от ликвара, соответственно, и вот сигнал от плеаморфной аденом. Так вот, если мы выполняем импульсную последовательность Т2 с изометрическим фокселем, это такие импульсные последовательности, которые мы получаем примерно так же, как КТ, таким неким блоком. Мы можем увидеть, что все-таки есть довольно большая разница между действительно жидкостным содержимым, таким как ликвар, и все-таки самой плеаморфной аденом. Оно будет иметь такой серый, серую интенсивность марк-сигнала. Ну и, собственно, при сопоставлении потом дальнейшим, постоперационным, мы видим, что это все-таки был наиболее вероятным все-таки эпителиоидный компонент. Так вот, для чего еще нам необходимо выполнение всяких изометрических импульсных последовательностей? Они долгие, они занимают время, но тем не менее, благодаря ним мы все-таки нашим коллегам помогаем спланировать оперативное вмешательство, оценив лицевой нерв. Это очень сложный процесс, если честно, мы довольно долго занимаемся этим вопросом, и мы очень много смотрим этих пациентов. Не всегда мы можем достоверно сказать, что именно здесь проходит лицевой нерв, но тем не менее, изометрические импульсные последовательности, собственно, по нашим данным и по данным литературе позволяют все-таки его оценить. Как вот пример, в данном случае это фьюжн, наложение ангиографии с МРТ, и мы видим как раз-таки базоневральный конфликт лицевого нерва и поверхностно-височной артерии. Теперь по поводу придаточных пазух носа. Все-таки мы говорим о том, что может лучевая диагностика, и в чем дифференциальная диагностика. Так вот, как правило, мы не берем мицитомы, которые имеют типичные релаксационные свойства, мы не берем различные полипы, но тем не менее мы говорим об опухолях пазух. Так вот, мы говорим об их характеристиках. Важно отметить, что все-таки лучевая диагностика в этом случае выполняет роль некого планирования оперативного вмешательства, потому что мы говорим такие некие линейные параметры, которые помогут дальнейшим хирургам для оценки и доступа к оперативному вмешательству. Так вот, в данном случае мы видим отек мягких тканей, мы видим инфильтрацию, мы видим прорастание самого опухоли в крыловидную мышцу, собственно, мы видим самообразование и его характеристики. Ну, собственно, как видите, относительно дифференциальной диагностики, то, как пример, пациент с мукоцелли, который имеет типичные релаксационные свойства, как полиповидного образования, и мы видим, что оно довольно хорошо дифференцируется между опухолью саркома и верхней челюстной пазухи, которая имеет такой изоинтенсивный сигнал, хорошо купит контрастный препарат, и такую вот гетерогенную структуру, характерную для мукоцелли. Ну и вот, как пример, лимфома верхней челюстной пазухи, которая также имеет такой изоинтенсивный сигнал, стелющаяся опухоль, располагающаяся и прорастающая во все прилежащие анатомические структуры. Важно отметить, что мы всегда говорим о том, что нужно делать контрастное усиление. В обязательном порядке нужно контрастировать пациентов, как пример, пациента с образованием правой подвисочной ямки с распространением по оболочкам мозга. И довольно плохо визуализируется распространение по оболочкам мозга, и вы видите после контрастного усиления, каким образом накапливается контрастный препарат. И важно отметить, что мы видим, что опухоль окутывает сифон внутренней сонной артерии. Ну и вот, собственно, при сопоставлении фьюжена и изометрических импульсных последовательностей мы видим, какое отношение имеет опухоль к сифону внутренней сонной артерии. И вот, как видите, у этого пациента это граница прилегания к сифону внутренней сонной артерии. Ну, относительно образования мягких тканей, их довольно много и, собственно, большое количество. И, как правило, оно не нуждается в проведении, на самом деле, даже магнитаризансной томографии и порой достаточно УЗИ. Но, как пример, пациент с гемангиомой спинки кончика носа, вот была базалиома, которая не нуждается, как правило, в проведении МР-исследования, достаточно зачастую выполнить УЗИ. Но, тем не менее, вот как для гемангиомы нам необходимо было ответить хирургам на вопрос относительно того, какие сосуды и всё-таки какой основной питающий сосуд этой гемангиомы. Важно отметить, что гемангиомы нужно оценивать всё-таки по стир-импульсным последовательностям за счёт того, что низкая скорость кровотока и, собственно, стир-импульсная последовательность наиболее чувствительна. У нас были множество пациентов с гемангиоматозом, различной локализацией. Собственно, по ним мы оценивали количество и расположение атопического гемангиома. Так вот, единственное, что хотел бы отметить, что для дифференциально-диагностического ряда гемангиомы большое правило мы не можем, чтобы реализируем в них. Соответственно, как на представленных МР-томограммах, мы видим сосудистое образование, также гемангиомы у верхней губы. И при выполнении МР-оследования мы видим питающий сосуд, располагающийся к самой опухоли. Мы на самом деле делали и КТ, и МРТ для оценки питающих сосудов, но сейчас переходим к выводу о том, что МРТ гораздо эффективнее. МРТ постконтрастное, при этом даже не всегда с динамическим контрастным усилением, а уже в отсроченной фазе мы довольно хорошо видим вот этот сосудистый компонент, который подходит к опухоли. Поэтому мы рекомендуем выполнение все-таки магнитно-резонансной томографии, нежели чем компьютерной томографии. И как сегодня говорила коллега про артефакты от металла, на КТ зачастую мы видим, мы не можем визуализировать сосуды за счет артефактов, а при этом МРТ при правильной настройке оборудования можно практически полностью редуцировать артефакты от металла. Есть гайдлайны, мы недавно написали методические рекомендации, если коллега знает, то может посмотреть, как настроить томограф для того, чтобы редуцировать артефакты от металла, ну и, собственно, каким образом в дальнейшем можно снизить вот это вот влияние имплантов на качество визуализации. Ну и довольно часто встречающиеся опухоли и лифангиомы, как правило, они связаны с лимфатическими сосудами, имеют в своей структуре, как правило, такой перегородки. Ну и, собственно, как правило, они не нуждаются в дифференциальной диагностике. Важно отметить, что МРТ и КТ, собственно, так же, как и УЗИ, позволяют нам довольно хорошо визуализировать, дифференцировать некоторые структуры опухоли, как пример, это липома, которая выпадает на стир импульсных последовательностях, она имеет отрицательную плотность на КТ, собственно, довольно легко дифференцируемая опухоль. Как в данном случае, ну, зачастую не нуждающаяся в даже выполнении МРТ. Однако, я хотел бы обратить внимание, то, о чем я говорил, вот они, соответственно, импланты, располагающиеся на уровне этой опухоли, и вы видите, что их влияние на опухоль довольно низкое, поэтому при правильной настройке оборудования очень легко можно редуцировать артефакты от металла. Образование мягких тканей шеи. Все-таки, как правило, мы говорим о лимпарганглиомии, располагающейся в каротидном пространстве. Мы довольно часто встречаем такие опухоли в последнее время, и, как правило, они имеют такую гетерогенную структуру, они имеют такое типичное включение, линейные выпадения МР-сигнала, такие сосудистые. Собственно, как правило, она не нуждается в дифференциальной диагностике, однако всегда есть исключения. Тем не менее, для планирования хирургического вмешательства мы, как правило, строим фьюжн и совмещение исследований друг с другом для того, чтобы хирургам понять расположение относительно топики. Ну, собственно, дальше мы говорим о кистах. Кисты всегда для МРТ – это довольно простой вопрос, потому что это полость, заполненная жидкостью, которую мы можем визуализировать на любой из Т2 взвешенных изображений, это два с инверсией восстановлением или это два спинового эха, собственно, так же, как и боковые кисты шеи, и серединные кисты шеи. Но хотел бы отметить, что всё-таки, возвращаясь к началу своей лекции, что воспалительные изменения, эта дифференциальная диагностика с ними, как правило, наиболее сложна для лучевого диагностика, потому что воспалительные изменения имеют такие же смазанные зачастую признаки. И основной для нас показатель, такие, такой, как диффузионно-взвешенные изображения, зачастую имеют абсолютно такие же характеристики, как и опухоли. Но хотел бы отметить, что любые воспалительные изменения на диффузионно-взвешенных изображениях, особенно если это абсцесса, они будут всегда ярче на диффузионно-взвешенных изображениях и всегда более низкий сигнал на ADC-картах. То есть это всегда будет безошибочно принятое решение. Всегда яркий, максимально яркий сигнал и минимально сниженный сигнал на ADC. Ну и, собственно, хотел бы закончить свою лекцию тем, что дифференциальная диагностика строится на комплексном анализе всех методов лучевой диагностики MRT-CT и УЗИ. Это при проведении контрастного усиления обязательно при КТ и рекомендовано при MRT. Ну, всё-таки мы на самом деле настаиваем на то, что нужно делать и при MRT также. Знания анамнеза и данные физикального осмотра позволяют понять всю целостную картину состояния пациента. Мы никогда не смотрим пациента без знания его анамнеза. Наши пациенты всегда заполняют анамнез, и я очень прошу коллег всегда обсуждать таких пациентов и всегда доводить до рентгенолога всю информацию, потому что иначе это очень легко ошибиться. Ну и введение динамического наблюдения должно быть по одному и тому же методу лучевой диагностики и желательно на одном и том же томографе. Если начали вести пациента по КТ, введите его по КТ, начали вести пациента по MRT, введите его по MRT, но на одном и том же томографе. Потому что огромное количество импульсных последовательностей, огромное количество реконструкций, которые могут быть сделаны на КТ, только введение на одном и том же аппарате, на одном и том же, одними и теми же людьми позволит правильно оценивать динамическое наблюдение. Я благодарю вас за внимание. Продолжение следует...